Это итоговый выпуск программы День с толком. Меня зовут Ирина Корчагина. Я и мои коллеги расскажем о самых главных событиях этой недели. 23 темы и 34 вопроса. Прямая линия губернатора Виктора Томенко, которая прошла накануне, оказалась самой динамичной и продуктивной. Два часа в прямом эфире глава региона комментировал обращения жителей, связывался с главами районов и городов и в моменте раздавал поручения. И даже успел пообещать приехать на свадьбу к многодетной семье. Подробнее в нашем сюжете. На два часа жизнь в Алтайском крае замерла. Виктор Томенко провел традиционную осеннюю прямую линию. В этот раз для губернатора прислали более шести с половиной тысяч вопросов. Главные темы прямых линий остаются неизменны. Школам нужен ремонт, селам нужны больницы, людям нужен газ. В следующем году еще в Ребрихинском районе поселки Белово и Клочки будут газифицированы. Ну и газ начнут получать уже жители. Там пока производственная сфера. В следующем, в 25-м году жители села Бачкари. В 26-м у нас 12 населенных пунктов Тюменцевского района начнут получать газ, где его не было никогда. Ну тут целый список. Значит, и станция Ребриха, Ребрихинского района, и село Березовка городского округа Барнау. В 27-м году топчиха. И мы эту работу будем продолжать. Часто звучали актуальные темы. Одна из них – проблема с водоснабжением в Шапуновском районе, отчего людям отключают воду. Губернатор пообещал разобраться с вопросом и заняться поиском финансирования, чтобы обеспечить ремонт водопровода. С обращением против золотодобычи выступили жители Солонешного, глава региона на их стороне. Если есть нарушения, стоит поднять вопрос об отзыве лицензии. Из Михайловского района обратились с вопросом получения выплат за погибшего на СВО мужа, который не успел получить гражданство России. Губернатор поручил решить вопрос в пользу семьи военнослужащего. Несколько раз он связывался с главами муниципалитетов, например, по освещению улицы в Бийске. Постараемся в ближайшее время, до Нового года, этот вопрос решить. Ну, хорошо, хорошо, я все понял. В общем-то, просьба какая – информируйте жителей об этой работе, и тогда будет меньше обращений на прямую линию. В Табунском районе ждут появления ФАПа. Отвечая на это обращение, Виктор Томенко сказал, что за последние пять лет в Крае построили больше 80 новых фельдшерско-акушерских пунктов. В 2025-м в Крае построят около 30 ФАПов и амбулаторий, а до 2030-го – почти сотню. Еще один год, где-то еще 30 ФАПов и амбулаторий мы еще новых построим, там есть список. В 2025-й год. Значит, и до 2030-го года далее построим еще 99, еще 99 ФАПов, ФАПов новых. Значит, их список, тех, которые будут меняться, можно будет посмотреть на сайте Министерства здравоохранения. Еще одна тема, на которую жители прислали немало вопросов – выплаты семьям, прожившим в браке 50 лет. Те, кто в браке больше полувека, интересуются, а как быть им? Эти семьи смогут написать заявление в течение первого полугодия. И я думаю, что на день семьи, любви и верности, 8 июля, всем им будет зачислена такая сумма. В режиме реального времени глава региона успел ответить на 34 вопроса – емко, без официоза, с юмором. Остальные обращения направят в профильные ведомства. Все просьбы будут отработаны. Ирина Корчагина, Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Барнаульские черные осенизаторы продолжают сливать отходы в неположенных местах. Недавно у них появилась новая локация. Подробнее о том, где она находится и как сейчас борются с нечистыми на руку осенизаторами, расскажет Данил Кузнецов. Барнаульские черные осенизаторы продолжают творить беспредел. На этот раз они нашли новое незаконное место для слива отходов. Находится оно на улице Широкая Просека. Это примерно полтора километра от Змейногорского тракта. О сливе отходов в этом месте специалисты из Аграрного университета, которому принадлежат лесные угодья, узнали еще в начале года. Однако тогда это было лишь несколько машин. Осенью их число возросло в разы. Связано это с постоянными рейдами на других точках и новой порцией штрафов от разных инспекций. Тем более сейчас для патрулирования привлекают беспилотную авиацию. Так что доказательств достаточно. Зависаем. Бывает даже палки кидаются в него. Зависает. Но тоже как только увидели, теперь смотрят не только по кругу, но и теперь на небо. Как только увидели приближающийся квадрокопер, сразу шланги сворачивают и уезжают. Напомним, в Барнауле есть только три точки, где отходы проходят очистку. На проспектах Космонавтов, Держинского и на проезде Южный. Однако большая часть ассенизаторов туда не приезжает из-за того, что услуга платная. Хотя и в данном случае идут навстречу. Они говорят, что цены завышены в приемных пунктах полей фильтрации. Раньше они жаловались, что не было. Сейчас там есть цены, рассчитанные на основе российских цен. Некоторые для слива нечистот и вовсе выбирают даже не коллекторы, а просто поля. Притом, не всегда за городом. Например, уже давно черные ассенизаторы обосновались в индустриальном районе. Вы что творите-то? Вы на землю льетесь, на землю льетесь, вы понимаете? Ты представляешь, какой это штраф? Не раз, можно скачать. Да как раз? Вы ездите здесь постоянно. В целом, по мнению экспертов из Агау, количество черных ассенизаторов уменьшилось. Оно и понятно. Контроль стал жестче. Оплатить регулярно штрафы в десятки тысяч потянет не каждый. Но все же не исключено, что мы пока просто не знаем про новые локации, где черные ассенизаторы делают свои дурно пахнущие дела. Если вам известно о таких точках притяжения, можете позвонить в нашу редакцию. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. К другим темам. Почти 60 тысяч рублей потеряла девушка, которая пыталась снять жилье в Барнауле. Мошенники добрались и до этой сферы. Каков алгоритм их действий и чего точно не стоит делать будущим арендаторам жилья, смотрите в нашем сюжете. Девушка, назовем ее Марина, искала квартиру для аренды. Внимание, она одном из интернет-ресурсов привлек удачный вариант за 20 тысяч. Причем девушку не смутило, что хозяева попросили сразу перевести всю сумму, и квартиру она даже не видела. Не показали жилье и после перечисления денег. Марина вынуждена перешла в чат поддержки, где ей рекомендовали для возврата средств иметь на карте еще 20 тысяч. У меня была кредитная карта, я с кредитной карты перевела эти 20 тысяч, оплатила по ссылке, которую мне в чат поддержки прислали. И в итоге они сказали, что у них произошел сбой и деньги не смогут перевести. И что снова нужно еще 20 тысяч на эту ссылку перевести. Девушку не смутило и это предложение. И по итогу с ее карты списали почти 60 тысяч рублей. Мошенники пытались объяснить, что деньги в ближайшее время вернут. Но после того, как Марина сообщила, что обратится в полицию, телефон якобы арендодателя оказался выключен, а объявление о квартире удалено. Так девушка осталась и без жилья, и без денег. А в полиции завели уголовное дело. Для безопасного и удобного общения с покупателями или арендодаторами не переходите по незнакомым ссылкам, которые вам прислали в мессенджерах. Не вводите данные своей банковской карты, особенно трехзначный код и коды из смс-сообщений. Полицейские предупреждают о необходимости сразу же прервать финансовую операцию, если после перевода средств человеку сообщили, что произошла ошибка. Кстати, в похожей ситуации с арендой недавно оказалась барнаульская студентка, которая лишилась 14 тысяч. После перевода средств телефон арендодателя оказался выключен. Что касается дела Марины, полицейские расследуют его по статье «Мошенничество». Татьяна Голубева, день с толком. В Нагорном парке теперь можно увидеть барнаул 60-х годов 19 века. Размеры макета 2,5 на 1,5 метра. В бронзе представили архитектурный облик краевой столицы того времени. Чтобы подготовить макет, использовали архивные фотоматериалы и карту города 1861 года. Макет установлен на мраморный постамент. Рядом расположились стенд, на котором изображены здания с их полным названием. Вместе с макетом в парке появилась и фотозона с подсветкой, а также фигурки, которые посвящены истории развития барнаула. Место уже пользуется интересом у горожан и гостей города. А на туристическом портале краевой столицы в ближайшее время появится раздел с аудиогидом, чтобы сопроводить визуальный облик города 19 века рассказом о достопримечательностях того времени. За барнаульскими рыбаками наблюдают скуптеров. Ради их же блага рейд с применением беспилотной авиации прошел на добью на этой неделе. Спасатели еще раз напомнили барнаульцам о правилах нахождения на замерзающих водоемах. Какая толщина льда считается прочной и безопасна ли ранняя зимняя рыбалка, смотрите в нашем сюжете. Спасатели замеряют лед в оби. На сегодняшний день это около 15 сантиметров. При такой толщине льда и не сильно большой минусовой температуре количество рыбаков на льду не должно превышать 9 человек. И это на 100 квадратных метров. Кроме того, на ранних этапах замерзания толщину льда лучше определить уж точно не на глаз. Менее 10 сантиметров лед, он достаточно опасен. Возможно, под снежным покровом, под промоями, которые днем у нас плюсовые температуры, вода стекает, могут образоваться полыньи. Лед еще недостаточно сформировался, он только сформировался на закрытых водоемах, закрытых протоках, в которых нет течения. Для более точного мониторинга на реке работает беспилотная авиасистема – коптер в подмогу спасателям. Можно легко обнаружить рыбацкие палатки у берегов водоема и увидеть, сколько желающих порыбачить на льду. Такая работа проводится на регулярной основе. Обязательно объезжаем все возможные места массового выхода рыбаков, фиксируем эти места, если такие у нас подтверждаются. Соответственно, оформляем их и ставим на контроль. В дальнейшем уже берем на контроль до самого разрушения льда. Единая цель подобных рейдов – предотвратить трагедии, которые связаны с провалом людей под лед. В этот день спасатели еще раз напомнили любителям подледного лова о самых простых, но жизненно важных правилах. Называется тонкий лед. Уже не тонкий, уже 12 сантиметров. Где-то да, так и нет. Вы на лед выходите с самого первого льда? Нет. Нет? То есть более или менее, когда 10 сантиметров установится, тогда выходите? Да, конечно. В свою очередь спасатели отмечают, даже несмотря на наступление зимних холодов, лед еще не окреп, и выход на водоем может закончиться весьма трагично. Мария Костолева, День с толком. Уже через пару недель жители Алтайского края смогут купить праздничные деревья к Новому году. В этот раз регион подготовил 4000 елок для этих нужд. Однако на специализированных базарах не всегда бывают честно срубленные хвойные породы. Подробнее о противостоянии черным лесорубам и о том, насколько живые деревья сейчас вообще востребованы, расскажет Данил Кузнецов. Чуть больше месяца осталось до Нового года. Елочные базары откроются по всему городу в середине декабря. Алтайских зеленых красавиц для них начали запасать с ноября. В местах заготовки древесины. Питомников у нас нет. С начала месяца Министерство природы края усилило охрану хвойных пород от черных лесорубов, которые незаконно добывают ели к празднику. До конца декабря на территории региона будут работать 32 мобильные группы. Как правило, зачастую фиксировались случаи в Залезском, Лесничестве, Тегунском. То есть там, где производится по большей части официальная заготовка елочек, там же зачастую действуют и черные лесорубы. За предыдущий год было установлено три факта, в ходе которых черные лесорубы заготовили 220 новогодних елочек. Ежегодно черные лесорубы причиняют ущерб лесному фонду примерно на 700 тысяч рублей. Притом речь лишь о тех, кто вырубает елки к празднику. Эксперты в целом отмечают снижение числа таких нарушителей. В этом году пока еще ни одного преступника не было замечено. Возможно, черные лесорубы наконец начали побаиваться наказания. Ведь за ущерб свыше 5000 рублей грозит штраф до полумиллиона. Или вообще лишение свободы сроком на два года. Небольшая елочка диаметром где-то 12 сантиметров, это в среднем 5000 рублей получается, ущерб насчитывается. Ну, плюс-минус опять же. В случае, если, допустим, черный лесоруб совершил рубку где-то на 3000 рублей, это административная ответственность, которая предусмотрена статьей 8.28 Кодекса административных правонарушениях. Там штрафы от 3000 до 4000 рублей на гражданина. Не исключено, что хитрые лесорубы начали реже нарушать закон из-за снижения тренда на настоящие ели. Многие сейчас предпочитают искусственные новогодние деревья. Даже заготавливать живые елки для региона стали на 10% меньше прежнего. Жалко, когда деревья настоящие, что продают. Поэтому выбор за искусственную елку. А как вы еще собираетесь украшать дом? То есть, вот атмосфера праздника, как она создается у вас? Ну, шарики на елку повешаем, гирлянды на окна. Я, допустим, ставлю искусственную, на зону балеты меня наряжаю, ставлю нормальную. Все. Когда игрушками и с снежочками, этим дождем закроешь, фонарики включишь, ну, все. Нет, лечил. А внуки не просят живую? Нет. Нет. Кошкам хорошо, они лезут за этими игрушками. Да, еще если взять аэрозольку, какую-то, 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 вообще замечание. Натуральный запах. А искусственная красива, что радует глаз. Да. А делайте выбор козы искусственной, я не знаю, может быть, из-за цены? Из-за экологии. Я очень человек экологически ответственный, подхожу, и мусор всегда около подъезда могу выкинуть от своего дома. Не брезгу этим. И считаю, что каждый должен, житель, ответственно относиться к этому. Споры о том, что же все-таки экологичнее, живая елка или многоразовая искусственная, до сих пор не прекращаются. С экономической точки зрения тоже не все однозначно. Цена на искусственные выросла на 10-20%. Во сколько обойдется традиционный вариант, узнаем совсем скоро. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. И в продолжение новогодней темы. Барнаульцам показали плакаты, которыми украсят к Новому году улицы Крэвой столицы. В их основу легли праздничные открытки художника Владимира Четверикова, вошедшие в золотой фонд советской филокартии. Вот такие плакаты задействуют в оформлении витрин, входных узлов, фасадов и билбордов. Также Барнаул традиционно украсят ледяными, снежными световыми скульптурами, светодиодными сетками, прожекторами, искусственными елями и не только. Основные зоны новогоднего оформления – магистральные улицы города, площади, парки, а также территории объектов культуры, спорта и торговых комплексов. Преобразить город должны к 16 декабря. Кстати, стоимость красной икры в Алтайском крае превысила 8 тысяч рублей. В прошлом месяце средняя стоимость деликатеса по России составила 8 104 рубля за килограмм. На сегодняшний день самая доступная цена на икру в Удмуртии. Килограмм обойдется в районе 4 тысяч рублей. А вот самая дорогая икра в Крыму – 11 тысяч рублей за килограмм. Таким образом, можно сказать, что цены в Алтайском крае сравнимы со среднероссийскими и более-менее доступны для кого-то. Переходим к другой теме. Почти год прошел с момента появления в Алтайском крае первого семейного многофункционального центра в Барнауле. Сейчас таких в регионе два. И вскоре должен появиться третий. Подробнее о том, как социальное учреждение в Кривостолице решает проблемы детей и взрослых, расскажет Данил Кузнецов. Есть очень хороший сайт «Я родитель». Нам, где мы можем с вами здесь и сейчас уже записаться на консультацию. Психологу. Самостоятельная запись на прием к профильным специалистам – это лишь малая часть задач, с которыми могут помочь сотрудники семейного МФЦ. Таких в Алтайском крае два. Один в Барнауле, на улице Телефонной, другой в Камниной Аби. Смотрите, чтобы вам не пришлось ехать в управление Мамонтовского района в судзащиту, мы можем направить ходатайство и приложить все документы заверенные. И попробовать дистанционно оформить вам эту справочку о том, что семья является малобеспеченной. Вот таким образом в ежедневном режиме мы решаем большие и маленькие проблемы семьи Алтайского края. За 11 месяцев работы Барнаульское отделение СМФЦ помогло разобраться с проблемами 2000 семей. Конечно, в первую очередь люди сюда приходят, чтобы получить справки. Однако у этого многофункционального центра, в отличие от обычного, возможностей больше. Мы можем найти все – и секцию ребенка, и детский сад. Мы можем понять, какой специалист в поликлинике принимает. Мы анкетируя, опрашивая, выстраиваем маршрут для решения конкретной проблемы, с которой пришел человек, ну и последующих задач тоже. Вот в этом разница. У нас социальное сопровождение. Помимо помощи социальными вопросами, семейная МФЦ регулярно обучает родителей. Тренинг, допустим, недавно был финансовая грамотность. Нам очень понравился. Нам рассказывали про цифровой руполь. Мама в ресурсе. Недавно был очень интересный тренинг. Собралась группа мам из десяти человек. Мы прям три часа на одном дыхании. Прозанимались. Психолог был. Задания давал. Профильные специалисты работают и с детьми. Например, рассказывают про уважение, как на этом уроке. Когда ты относишься к нему доброе, хорошо, и даешь ему что-нибудь. Вдруг конкретку попросил, и ты ему даешь. Также детям помогают справиться с различными проблемами. Психолог обсуждает вопросы с детьми и раскрепощает их. А логопед улучшает произношение. Молодец. Вот так. Делу время по техе час. А может и два часа. Никто не ограничивает ребенка в игровой комнате. Разве что воспитатель, который присматривает за порядком. Но строгости в стенах семейного МФЦ нет. Все это по желанию детей. Они могут весело провести время, играя в настольные игры с сотрудниками центра. Или пойти в творческую мастерскую, где учат стихотворения и создают театральные постановки с тенями. Даже есть семейное кафе, где готовят кулинарные шедевры на всю семью. А под конец дня можно отдохнуть в сенсорной комнате. Здесь есть все для релакса. Спокойная музыка и песочная терапия. Какие упражнения выполняем? Такие, как на межполушарные связи. То есть детки у нас работают двумя ручками. Левой и правой вместе. Также мы повторяем какие-то геометрические фигуры. Также у нас занятия, как можно сказать, даже творческие. Немного дети что-то сами придумывают. Например, я им там маленько подсказала. Мы рисуем, например, человечка. Начинается точка, точка, огуречек. Все вместе собираем. Получается какая-то совместная картина. Год семьи для профильного Барнаульского МФЦ стал символическим. И по-настоящему прорывным. Сейчас здесь заканчивают реализацию гранта, который учреждение выиграло в том году. Благодаря господдержке у многофункционального центра появилось новое оборудование. Среди дальнейших планов – помощь организации семейного МФЦ в Белокурихе. Но, конечно, одним Алтайским краем пилотный проект от Министерства труда России не ограничивается. Подобные центры сейчас появляются по всей стране. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. И в завершении выпуска добрая новость. Дима Билан презентовал новый клип с особенной девочкой из Барнаула. Новый клип создан совместно с волонтерским проектом Алтайского края «Мехутка». Песню под названием «Неразделимый» Билан исполнил дуэтом с особенной вокалисткой из Барнаула Вельмирой Шадриной. Она стала победительницей уникального творческого конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья «Особенный вокал – дети». Конкурс впервые проходил в Барнауле в сентябре этого года. Перед обладательницей главного приза открылась возможность записать авторскую песню с Димой Биланом. И вот известный певец анонсировал выход совместного клипа. Добавим, слова к песне написал «Мехутка», а музыку – Екатерина Своеволина. Что ж, такой мы запомним эту неделю. Я напоминаю, что телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания Валар. До встречи в эфире и хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok